Формирование представлений о материи Анализ учения о бытии будет неполным, если не рассмотреть понятие материи. Понятие материи является одним из фундаментальных философских понятий, прошедших эволюцию со следующими основными этапами. Античный материализм дает нам наивно-стихийное представление о материи, и под материи понимается некий субстрат или материал, из которого все состоит и в который все превращается. Эти представления о материи развивали древнегреческие философы, представители Мелецкой школы, Фалес, Аноксимандр, Аноксимен. И так, например, Фалес с началом всего считал воду, Аноксимандр говорил, что основой всего служит неопределенное вещество аперон, Аноксимен утверждал, что все причины вещей заключены в беспредельном воздухе. Другой древнегреческий философ Гераклит основой всего существующего считал огонь. В античной философии также возникло учение о материи как совокупности мелких неделимых частиц, веществ, атомов. Авторы этого учения, как мы уже знаем, это были философы Левкип и Демокрит. Они говорили, что все тела состоят из атомов, которые бесчислены числом и бесконечны по форме. Сам термин «материя» раннегреческими философами не употреблялся, и в переводе с латыни «материя» значит «вещество». Следующий этап в развитии представлений о материи – это механистический материализм. Это материализм нового времени, это период развития частных наук. И здесь понимание материи связывается со свойствами, присущими всем вещественным предметам. То есть наличие массы, протяженность, способность к механическому перемещению. И эти признаки материи подчеркнуты из классической механики Галилея, Ньютона, Декарта и т.д. Следующий этап – это диалектико-материалистическое понимание материи, формируется в марксистской философии. Диалектико-материалистическое определение материи было дано в связи с попыткой выхода из кризиса в естествознание, сложившегося на рубеже XIX-XX веков. Суть кризиса в следующем. Во второй половине XIX века совершаются выдающиеся открытия физики, которые нарушают сложившиеся представления о материи и материальности мира. Это открытие электрона английским ученым Томпсоном, радиоактивности французским ученым Беккерелем и создание планетарной модели атома английским ученым Резерфордом. Указанные открытия показали, что атом делим, имеет сложное строение, а также наряду с веществом существует электромагнитное поле. Старые представления о материи рухнули, и создалось впечатление, что исчезает сама материя. Все это потребовало нового, более широкого философского определения материи. Оно было дано Ленинам в работе «Материализм и эмпериокритизм». Материя – это объективная реальность, данная человеку в его ощущениях, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них, то есть объективно. Это определение имеет антологическую и гносиологическую стороны, которые связаны с двумя основными признаками материи. Первое – это существование вне и независимо от сознания в качестве объективной реальности. Это антологическая сторона. И второе – это принципиальная познаваемость с помощью ощущений. Это гносиологическая сторона. Диалектика материстический подход к пониманию материи имел свое мировоззренческое и методологическое значение в научном познании XX века. Будучи субстанцией, материя никем не создана и неуничтожима. Источник движения и изменения находится в самой материи. Считают, что внутри она противоречива, и это противоречие вступает источником ее изменения. В материи приписываются все характеристики трансцендентного. Это вечность, абсолютность, несотворимость, неуничтожимость и бесконечность. Сознание выступает одним из атрибутов этой трансценденции. Мы поясним, что трансцендентным называется то, что лежит по ту сторону любой предметности. Это выход из предметного в непредметное, как если бы человеку была открыта тайна самого бытия. Продолжение следует... Продолжение следует...